В Блумберг сообщили, что Соединенные Штаты Америки обеспокоены концентрацией войск России вблизи украинских границ. Вашингтон предупредил своих европейских партнеров о том, что Россия может пойти на вторжение в Украину. По данным агентства, оценки Вашингтона основываются на информации, которую американская сторона еще не поделилась с Европейским Союзом. Как говорят чиновники, знакомые с мнением Белого дома, эта информация подкреплена общедоступными доказательствами. В Кремле назвали безосновательными нагнетания заявления США о планах российского вторжения в Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Песков. Вот его цитат. Подобные заголовки не что иное, как пустое, безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы. Провокационных действий больше. Вы видите ситуацию в Черном море. Вы видите активную разведку самолетов НАТО, самолетов-разведчиков, в том числе американских. Конечно, это не может доставлять нас индифферентными к происходящему. Мы должны быть на чеку. Олег Медведчук, генерал-майор, ветеран войны с Россией, керевник громадянской организации Патриотичного братства, прикордонники Украины. Сейчас с нами на прямом связи. Пане Олеже, приветствуем вас. Селям алейкум. Селям, добрый вечер. Пане Олеже, есть ли скопление российских войск у границ Украины? И о каком количестве идет речь? Пане Олеже, есть ли населенный пункт Гельня. Мне очень это направление, потому что в 2013 году я осуществлялся в тактичном группе «Приподонник» и вместе с Збройными силами. Мы оптывались до Збройной агрессии России как раз на этом направлении. Это Черниговская территория, и чем она сручная, она межит с Белоруссией, с Россией, с Белоруссией, и фактически там стих трех кордоней. Это наиболее сручный стратегический направлении для наступов на Украину, потому что все основные шляхи, они выходят до столицы. И, как известно, сучасная война, она как раз поляга в том, чтобы блокировать основные пункты управления и стратегическую промышленность. Блокировать управление, блокировать органы влади, создавать определенные условия, даже не для введения войск, я поясню, каким способом это может происходить. Но я хотел бы начать с того, что мы спостерегаем сейчас в Белоруссии и в отношении ситуации с Евросоюзом. У нас уже последними днями забыта такая фраза, война, конфликт, провокация. И, как я сказал, Европейскому Союзу, нужно чётко усвідомить, что это война. Война, которая идёт не для того, чтобы защитить Евросоюз, как так и вы. Объектом вплива и кинцевой методой является война. Вопрос в том, что это способ влияния на думку наших всех стратегических соседей в Европе и блокировать их волю для спротива агрессии против Украины. Каким способом это происходит? Так, это война гибридная, и она уже давно началась шляхом створения энергетической кризи на территории Евросоюзу, когда была поднята цена на газ. На жаль, Евросоюз аж нияк не требовал на цей виклик, скажем, первый пострел в Россию в отношении Евросоюз. А сейчас вторая ситуация, это уже ситуация на кордоне. Мы должны чётко понимать, что это война в Россию и нет конкретно Беларуси в данном, как субъекта цієї агрессии. Лукашенко – это ПС Путина, вибачьте, и он будет делать всё, что ему скажет, его господарь Певничный государь. Тому, что дальше может быть, кроме того, что эта энергетическая кризь будет загустиваться на территории Беларуси, их метою в Россию – это внутренние чвари, которые могут возникнуть среди стран Евросоюз. Потому что на данный момент, наибольшую проблематику помогают Литву и Польша, которые, фактически, сам-на-само принялись с цими проблемами. И Франция не видит агрессии Москвы в данной ситуации, которую она вчера з'явила. И пока Беларусь и Литва тримают эту ситуацию, но мы можем уявить, если кордон будет порушен, и эти группы эммигрантов идут дальше в глубину. Ну, вы знаете, как бы это складно не выглядало и не звучало, но, мабуть, Німеччина и Франция зрозумевают глубину проблеми, только тогда, когда на их вплостях появляется декільство сотен незаконных мегантов. А самое главное, риск який, то, что заявил вчера Лукашенко, что они отримали в лапках оперативную информацию про то, что незаконных мегантов уже озброюют, значит, намагаются, как он сказал, озброю зброю з Донбассу, надати тут и вибухивку и так далее, то можно быть полностью уверенным, что эта вибухивка эммигрантов появится. И это будет сделано самыми руками России и безусловно Лукашенко. А тут ситуация уже больше загрозная, потому что, если мы почуем обстрел, будут вибухи и будут кинути православные Евросоюзу, то будет какая-то адекватная ответственность в том числе, на что ожидает Россия. Это ответственность, зброяная ответственность со стороны Евросоюза, хотя бы прикордонников или других правоохранителей на кордоне. А как вы думаете, насколько реально такая конфронтация? Потому что сегодня министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил, что в случае вооруженного конфликта Россия придет на помощь Беларуси. Несколько дней назад мы получили новость о том, что Россия отправила свои бомбардировщики на территорию Беларуси. Сегодня десант якобы под видом учений. Насколько может далеко зайти этот конфликт? Вы, так вы продумаете мне, вы очень четко сказали, что другую метою Россию, это как раз для того, чтобы переместить на территории Беларуси черговое угруповывание своих військов, которые там остаются надолго. И я хотел бы еще на что мы еще застрелить увагу. Все говорят, что будет миграция в Украину, или аналогичная провокация. Так, конечно, этого следует очевидить. И очевидить след не только, как говорят, на направлении Волинского, то есть на кордонах из Беларуси, а как раз на том направлении, который уже стоится Черниговской и Сумской области, где на данный час створено достаточно серьезное злочинное угрупование, в том числе на территории Украины, которое контролируется спецслужбами России. А как раз на их плечах начинается будь-якая агрессия. И еще один момент, который я хотел бы обратить. Энергетическая криза, которая створяется в Европе, это зрозумели момент, как уже сказал, и политическая криза, которая может выкнуть. Но все же, кинцевой метою есть Украина. И если газогон «Певнічный потек-2» запрацюет, то однозначно Украина позбавится своих транзитовых возможностей. В Украине будет еще больше нарушиваться. Энергетическая криза, мы уже бачим, какая цена. Это не подъемная цена для Украины. Взимку, как створюются передумывы для агрессии. Спочатку внутренний конфликт, который инистит в СССР с населения, когда люди начинают мерзнуть, когда не хватает энергоресурсов и так далее, поднимают голову пятой колоной. И вот как раз внутренний конфликт, который используется для того, чтобы улучшить агрессию, как мы уже бачим в 2014 году. Продолжение следует...